Отставание от плана завоза топливно-энергетических ресурсов в республике за последние недели сократилось со 120 тысяч тонн до 130 тысяч. Об этом сообщили в правительстве. О ситуации на сегодня в обзоре Виталия Абрамова. На сегодня до всех населенных пунктов, кроме села Березовка и Среднеколымского Луса, автозимники проложены. Но на особом контроле продолжают оставаться Верхоянский, Усьянский, Момский и, конечно же, Среднеколымский район, где наблюдается наибольшее отставание от графиков завоза горючего. До Березовского национального наслега так и остается пробить еще порядка 150 километров. Действованы сейчас у нас три бульдозера, вездеходная техника, снегоход. Будем еще привлекать по необходимости. То есть люди меняются, бригады по необходимости. Там какая-то техника требует ремонта, возвращается, идет новая. То есть работы идут безостановочные у нас там. Мы планируем ближайшее время. По плану до седьмого поставили сроки, мы будем укладываться. Однако вместе с тем появляются и другие проблемы, а именно по финансированию перевозчиков, которых и так не хватает в вышеупомянутых районах. И их уже начали, переманивая к себе на работу, золотари и другие частные конторы. По Среднеколымску ГУБ ЖКХ подсчитали, им требуется 17 миллионов рублей. По МОМИ порядка 60 миллионов рублей. И по Верхоянскому-Устьянскому району порядка 60 миллионов рублей. Это только на авансирование. Итого получается порядка 140 миллионов рублей, которые необходимо изыскать в ближайшие дни для того, чтобы законтрактоваться. Бюджетообразующее предприятие ГУБ ЖКХ, от которого зависит деятельность многих отраслей республики, находится сейчас в тяжелейшем финансовом состоянии. Компания не дает кредиты ни один банк, так как все имущество давно заложено. Но как нам сообщили сегодня, предприятие все-таки нашло около 110 миллионов на первичное авансирование водителей. По некоторым направлениям водорожания есть. Мы это сегодня считаем. И пока в совещаниях озвучивали, что у нас в некоторых направлениях водорожания будет, будем отрабатывать к концу зимника. Но тем не менее, это по водителям, то есть мы перевозчиками, по данным тарифам уже заключены договора. Но водитель это устраивает? Но проблема с нехваткой водителей также продолжает оставаться. Только в МОМе для перевозки 9 тысяч тонн нефтепродуктов необходимо порядка 30 большегрузов. А имеется в настоящий момент только 9 единиц. Похожая ситуация и на Средней Колыме. Но компания не теряет надежды и продолжает активный поиск перевозчиков на местах. Но также стоит отметить, что водителей привлекают даже из Хангаласского улуса. Виталий Абрамов, Александр Хобычарова, Илья Жараев, НВК САХА, Среднеколымск, Якутск. Субтитры создавал DimaTorzok